добрый вечер дорогие мои подписчики надеюсь что нас будет больше и больше в нашем кругу вас приветствует светлана и мой канал посвященный советским елочными игрушкам вообще-то канал для тех у кого новый год круглый год в году для нас неважно лето зима жара или пурга мы любим советские новогодние игрушки мы ними гордимся мы их собираем вот и сегодня мы поговорим о игрушках о игрушках тададам тадам кто-нибудь подсмотрел не знаю по мотивам сказки о рыбаке и золотой рыбки я пока буду вот так вот выкладывать здесь игрушки из этой сказки который вам наверняка очень хорошо знакомы и постараюсь чуть-чуть вам что-либо рассказать вообще-то бытует мнение что в 1949 году я не знаю хорошо видно да конечно это старик 1949 году ко дню 150-летия со дня рождения александра сергеевича пушкина была выпущена целая серия елочных игрушек по мотивам его сказок том числе конечно и золотая рыбка но теперь давайте вместе с вами друзья ответим на один такой незамысловатый вопрос это вообще правда или миф автором этих игрушек является художник павлова юлия николаевна наверно здесь положу что было видно павлова юлия николаевна которая работала в институте игрушки с 1950 года значит год она начала работать год год один год после 150-летия пушкина и работала на кстати до 1960 года так вот она является автором этих великолепных игрушек которые многим знакомы и многими любимы и разработала она эти игрушки проект этих игрушек и утвержден он был на научно-техническом совете 1952 году так что скорее всего это миф ну красивый миф обидно только что многие журналисты вообще не вникая в тему где-то когда-то один раз ушел услышали вот эту вот сказку прекрасную о сказке и все теперь повторяют и немножко нам засоряют мозги так как игрушек мало эта серия представляет кого старика конечно старуху вредную золотую рыбку но вы должны конечно и заметили что раскрасы игрушек разные почему и выпускались они значит если они были утверждены в 1952 году это не говорит о том что вот все игрушки которые сейчас у меня представлены на столе что они все именно с 1952 года некоторые действительно скорее всего вот эти вот которые выпускались в санкт-петербурге ну тогдашнем ленинграде вот в отеле культ игрушка они вот коллекционеры их очень ищут очень их любят они такие вот роспись у них такая вот ну просто великолепная другие выпускались тоже потому что когда уже игрушка была утверждена она выпускалась несколько лет и при том выпускалась многими артелями фабриками советского союза вот это вот рыбка сейчас его может покажу ближе видите у него здесь такой вот завиточек вот все собиратели и коллекционеры я не зря говорю о собирать их и коллекционерах потому что я себя лично еще коллекционером не отношу молодая зелена так как я вам сказала прежде я увлеклась советскими елочными игрушками только вот помню хорошо этот день это было 4 января 2019 года когда я открыла для себя вот этот вот чудесный мир советских елочных игрушек мы с тех пор конечно вся моя душа и сердце с ними я их собираю буду вам показывать делиться не только как бы что у меня есть но попытаюсь поделиться с вами и и знаниями что я о них знаю конечно я не претендирую на роль эксперта и если где-нибудь будет какая-либо ошибка я конечно буду вам очень признательна за исправление вот сегодня такой вот коротенький но совсем анюсенький у нас фильм получился потому что и персонажа этой сказки не так много а должна заметить что старуха выпускалась в трех 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 вариантов вот эта классическая старуха в принципе она доступна да как бы ее относительно легко можно найти и приобрести потом старуха руки в боки такая вот у нее поза вот она уже намного дороже и намного реже встречается ну и старуха столбовая дворянка хотя с этой столбовой дворянкой вы бы старухам в роли столбовой же дворянки здесь тоже идут споры потому что нет достоверных фактов что именно вот эта вот фигурка относилась к серии сказки о старике и золотой рыбки ну вот на сегодня как-то так больше я вас не буду утомлять подписывайтесь пожалуйста делитесь моим видео если вам хоть что-нибудь в нем понравилось и до встречи пока пока